Чарльз Рилли 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 Чарльз Рилл 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 Таков отредактированный список, предложенный Томпсоном. Несмотря на его схожесть с перечнем Ридли, здесь выделено больше духовных качеств – порядочность, динамика личного духовного развития, молитвенная жизнь, личная духовная дисциплина. Далее – участие в миссионерском служении Амина в жизни района или города, в котором находится церковь, умение формировать видение, благовестовать, высокая обучаемость. Ее как раз Ридли отдельно не оговаривает. Это способность к овладению новыми знаниями, нечто сродни адаптабельности. В новом проекте человек нередко сталкивается с трудностями, заходит в тупик. И здесь от него требуется быстро сориентироваться в проблеме и изыскать способы для ее разрешения. Томпсон называет это способностью быстро учиться. Еще он говорит об эмоциональной стабильности. Будут дни, когда все будет получаться, когда все будет идти как по маслу. Но и неудачные дни тоже будут, когда все валится из рук, люди разочаровываются и уходят, спорят и ссорятся. От вас требуется сохранять спокойствие и душевное равновесие. На поводу эмоций идти не надо, а неплохой проводник. О семейной жизни мы уже говорили. Ожидание результатов. Мужество в управлении. Способность принимать непростые решения в интересах общего дела. Итак, в целом этот список похож на перечень, предложенный Ридли. Однако, как я уже отмечал, ему присущ несколько больший акцент на духовной сфере. Совершенно иной список составили два других исследователя. Дик Грейди и Глен Кендалл. Они также анализировали ключевые качества эффективного основателя церкви. Результаты этого исследования были опубликованы несколько лет назад в ежеквартальном издании Evangelical Missions. Статья называлась «Семь качеств эффективного основателя церкви». В фокусе внимания авторов были преимущественно основатели-миссионеры. И вот какой перечень они предложили. Продуктивные основатели церкви много молятся. Что в целом вполне согласуется со всем, о чем мы до сих пор говорили. В частности, о молитвах Павла и о духовной динамике в служении по насаждению церквей. Во-вторых, успех в служении обеспечивается также использованием более широкой основы для благовестия. Иными словами, евангелизация планируется так, чтобы достичь благой вестью как можно больше людей, дабы те, кто готов принять ее, смогли сделать это. Ограничиваться исключительно личным благовестием непродуктивно, поскольку круг наших знакомых не бесконечно широк. Да и не все они открыты для Евангелия. При правильном подходе основатель церкви постоянно расширяет круг общения за счет как личных знакомств, так и выхода на более широкие массы, чтобы услышать о Христе, покаяться и уверовать могли как можно больше людей, которых Бог к этому уже подготовил. Более подробно об этом в разделе, посвященном благовестию. Не менее важно проявлять гибкость в выборе методов. Подчеркну это еще раз. Основатель церкви должен быть открыт для перемен. Не идет одно, надо находить и пробовать другое. Знаете, что такое безумие? Это продолжать делать одно и то же, ожидая получить другой результат. Поверьте, его не будет. Так что если действия наши Бог не благословляет, а люди на них не откликаются, пора что-то менять. Продуктивные основатели церкви твердо придерживаются вероучения. Вы спросите, какое отношение это имеет к организации церкви? Думаю, вот какое. Велика вероятность, что в новую церковь придут люди с самыми разными взглядами и жизненным опытом. Как мы уже отмечали, будут и те, кто непременно захочет воплотить в ней свои идеи и замыслы, обильные и разные. Так вот, у основателя церкви должны быть твердые убеждения, в том числе и в вопросах вероучения. Будь то дары духа или роль женщин в церкви. Словом, все то, что в новой, только что сформировавшейся общине способно вызывать споры, разногласия и богословскую полемику. Поверьте, на начальном этапе сил на все это у вас не будет. Заниматься улаживанием разногласий между христианами – это то, что вы просто не сможете себе позволить. Вот почему надо уметь твердо заявить – таковы мои убеждения, такова моя система взглядов, и на этой основе мы и будем строить нашу общину. Остается надеяться, что это будет принято с пониманием. С другой стороны, любая неясность, неопределенность в этом вопросе служит благодатной почвой для возникновения конфликта. Поэтому данную мысль я нахожу небезынтересной. Продуктивные основатели церкви стремятся к углублению доверия. Что имеется в виду? А то, что люди, с которыми я общаюсь и которым несу благую весть, воспринимают меня как человека надежного и порядочного, того, кому можно доверять. А это значит, что доверие надо уметь заслужить. Видите ли, когда я, как пастор или основатель церкви, призываю людей вверить свою жизнь в руки Христа, Христа, который жил на земле 2000 лет назад, которого не принял свой же народ и которого в конце концов предали смерти, то на что я рассчитываю? Почему люди должны послушать меня? Особенно если учесть, что христиане не всегда проявляют себя положительно и подчас воспринимаются как лицемеры. Посмотрите, говорят они на так называемые христианские страны, чего там только нет, и преступность, и гомосексуализм, и наркотики, и так далее, и тому подобное. К чему мне обращаться в христианство? Поверьте, всякого рода обвинения и критика рассыпаются только тогда, когда вас узнают и вам доверяют. Если вас увидят хорошего, порядочного человека, это будет самым убедительным аргументом. Однажды мне довелось общаться с миссионерами в большой мусульманской стране, самой крупной мусульманской стране в мире. Люди там тоже обращались в христианство. При каких обстоятельствах, поинтересовался я? Нередко через сны. Они видят самого Христа или что-то такое, что заставляет их принять христианство. А еще, говорят миссионеры, мы приехали сюда, чтобы послужить, и народ это чувствует. Люди видят наше неподдельное сострадание и желание помочь, и многих это удивляет. Однако, как только они начинают испытывать на себе нашу заботу и участие, нашу готовность чем-то жертвовать ради них, а не преследовать личную выгоду, их сердца смягчаются. У них возникает интерес к тому, о чем мы говорим. Вот почему эффективные основатели церкви стремятся заслужить доверие, и не только на личном уровне, но и в обществе. То, как мы ведем себя на публике, вызывает к нам либо доверие, либо подозрение. И об этом важно не забывать. Продуктивные основатели церкви умеют понимать людей со слабо структурированной системой религиозных взглядов и вполне могут работать с ними. Опыт работы в разных странах показывает, что свидетельствовать о Христе тем, кто исповедует религию с четко выстроенной структурой... Например, в индуизме существует целая система храмов и жертв, или ислам с его строгими предписаниями и правилами. Так вот, свидетельствовать им гораздо сложнее. Те же, у кого религиозные представления размыты и не систематичны, чаще всего это приверженцы народных религий, или даже атеисты, у которых нет вероисповедания и религиозных практик, напротив, более открыты для восприятия благой вести о Христе. Так вот, опытные основатели церкви способны разглядеть и тех, и других, направляя свои усилия на последних. Кроме того, они умеют привлечь к благовестию новообращенных христиан, что опять-таки является ключевым условием для роста и умножения церквей. Ведь если, кроме самого основателя или его немногочисленных сработников, благовестием заниматься некому, то масштаб евангелизации будет довольно ограниченным. У новообращенных, с другой стороны, много, если не большинство друзей и знакомых вне церкви. Они уже хорошо друг друга знают, между ними уже сформировано доверие. Это родственники, приятели, коллеги. Поэтому и свидетельство новообращенного о его пути к Богу, рассказанное не на церковном, а на понятном обычному человеку языке, скорее всего, найдет отклик в сердцах этих людей. Чаще всего новообращенные христиане говорят о своей вере совсем иначе, чем христиане со стажем. Ведь совсем недавно они были частью этого мира. Им хорошо знакомы и понятны нехристианские менталитеты, ценности, мысли и чувства тех, в чем сердце нет Христа. Они четко представляют себе, что людям не нравится в христианстве и какие вопросы у них возникают. Именно новообращенные порой благовествуют с особым рвением. Не всегда мудра, правда, но пылка, заражая своим энтузиазмом всех остальных. При этом у них всегда есть кому рассказать о Боге. И наша задача поддержать их и помочь им в этом служении, которое имеет свойство давать эффект расходящихся кругов. В этом мы не раз убеждались. Было, например, такое, что за полтора года служения по основанию Новой Церкви в одном из немецких городов мы не увидели сколь-нибудь ощутимых плодов наших благовестнических усилий. Потом мы провели большое евангелизационное мероприятие, после которого уверовали несколько человек. Обычно люди, как говорят с улицы, пришли, послушали и обратились к Богу. Так вот мы всячески поощряли их рассказать о своем решении родным, друзьям, знакомым, что, собственно, и происходило. Прежде всего, они пригласили своих близких на встречу, организованной после евангелизации. И с этого все началось. Круги пошли расходиться. Благовесть зазвучала из самых разных уст. Люди слушали, каялись и обретали веру во Христа. И уже не через нас, а через новообращенных. Именно так и поступают опытные, продуктивные основатели Церкви, поощряют к благовестию новообращенных христиан. Разумеется, предварительно их к этому подготовив. Но о благовестии позже. А пока еще раз отмечу, что этот перечень отражений несколько иного взгляда на качество основателя Церкви. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok